Добавим, что конференция продлится до 31 октября. Кроме рабочих заседаний, докладов участников и круглых столов, гостей монастыря ожидают концерты духовной музыки, выставки фотографий, книг и детских рисунков. И к другим сообщениям. На базе московского отряда милиции особого назначения возводится храм в память о сотрудниках спецподразделений милиции, погибших при исполнении служебного долга. Корреспондент Юлия Линды побывала на месте строительства. Решение о строительстве храма было принято в 2006 году руководством московского отряда милиции особого назначения и специального отряда быстрого реагирования. Строительство благословил преснопамятный патриарх Московский Евсея Руси Алексей II. В мае 2010 года состоялось освещение закладного камня в основании храма. Чин закладки совершил заведующий сектором МВД Синодального отдела Московского патриархата протеерей Александр Шестак. И в конце службы пошел очень сильный дождь. То есть, когда мы начали окроплять сотрудников, и пошел сильный ливень буквально. Это как бы нам благословение от Бога, что Господь тоже благословляет строительство этого храма. Конечно, для воинов храм – это очень великое дело, поскольку и перед поездкой в командировки, в горячие точки, и после возвращения служит самолебная. За четыре месяца, прошедших со времени закладки первого камня, были возведены стены. За зиму планируется завершить крышу, а освящена церковь будет к началу лета. Уже отлиты колокола и завершается извлочение куполов. Храм будет посвящен святому благоверному князю Дмитрию Донскому, выдающемуся полководцу, освободившему Русь от татар-монгольского ига. Православная церковь всегда благосклонна и с трепетом относилась к военной службе, к людям, которые рискуют своей жизнью ради других, потому что они непосредственно исполняют ту заповедь, которую Господь дал нам. Нет больше той любви, кто душу свою положит за друзей своих. Они с этим сталкиваются каждый день. Будущие прихожане храма – это в первую очередь сотрудники ОМОНа, среди которых много верующих, а также члены их семей. Атеистов на войне не бывает, гласит народная мудрость. Несмотря на то, что церковь находится на закрытой территории базы ОМОН, на богослужения смогут попасть и простые жители района Строгино. Вроде бы как раньше занавеси были такие, что нам не разрешали, те, кто люди носят погоны, особо верить в Бога и так далее. Но в душе где-то мы шли на службу, молясь или выезжая в командировки, и об этом где-то не афишировали. Что в настоящее время у нас очень много ребят, не только у нас, но и те ребят, которые уезжают в командировку с спецподразделения, носят крестики, носят с собой молитки и так далее. Конечно, верят в Бога. Храм возводится всем миром. Сотрудники ОМОН в выходные дни нередко приходят помочь рабочим в строительстве. Люди перечисляют пожертвования, привозят материалы. Я должен отметить то, что когда обращаясь к людям за помощью, о том, что мы строим храм, люди, как правило, всегда откликаются. Как правило, всегда. Кто чем может. Допустим, завтра человек просто именно за свои деньги покупает смесь кладочную и привозит сюда. В отряде милиции особого назначения нет своего полкового священника, в связи с чем храму предстоит сыграть особенную роль в духовном окормлении воинов. Здесь будут совершаться молебны перед отправлением на военные задания и после возвращения из боя, а на каждой божественной литургии будут поминаться имена героев, погибших за Родину, совершивших не только гражданский, но и духовный подвиг. К защитнику Отечества можно применить апостольские слова. Он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое.